Где российская армия и почему ФСБ не охраняет границы своей страны? Будут ли жители Белгородской области переходить на сторону РДК и Легиона Свобода России? И перестала ли Европа бояться красных линий Кремля? Об этом поговорим с экс-депутатом Госдумы Ильей Пономаревым. В последние дни можно говорить о появлении нового фронта, Белгородского фронта, который еще был открыт силами российских добровольцев, Русского добровольческого корпуса и Легиона Свободная Россия. И мы видим по видеозаписям и по обращению местных жителей, что там сейчас абсолютно отсутствует полиция, Росгвардия, ФСБ. Их нет. Где они все? Прямо так и хочется ответить в рифму. Тем более, что это будет абсолютно точный ответ. И в процессе наступления там был очень удачный удар по зданию местного УВД, в котором, значит, путинские опричники собрали всех своих силовиков. Там у них был объявлен план крепости. Все менты, все полицаи собрались в своей штаб-квартире, в которую благополучно прилетела после этого ракета и со всеми вытекающими из этого последствиями. Но большая часть из них, конечно, просто убежала. То есть они наглядно показывают, что драться они совершенно не готовы за своего фюрера. И гораздо больше они готовы куда-то там драпать в тыл. Мы думаем, кстати, что это, в общем, этого можно было ожидать. И что это будет таким образом продолжаться и до самого конца. Они и Москву точно так же защищать тоже не будут. Тут, ну, такова природа, соответственно, тех людей, которые отбирают себе Путина. Они не бойцы, не герои. А когда появляются там какие-то пассионарные элементы, от них достаточно быстро избавляются. На самом деле вы поднимаете вопрос очень важный с другой точки зрения, что если эта ситуация закрепится, то есть у нас, конечно, есть такие надежды, что удастся, значит, эти территории удержать надолго. Мы не будем относиться по этому вопросу с фанатизмом жизни бойцов. И в том числе гражданских, которые там есть, они более важны. Но если все-таки удастся там остаться надолго, то надо будет строить все структуры власти, в том числе местные силовые структуры. Этим надо будет заниматься. И этот вопрос на повестке дня встанет уже недели через 2-3, если вот еще раз скажу, что развитие боев произойдет таким образом, как мы предполагаем. В конечном итоге людей на освобожденных территориях надо как-то кормить, пенсии платить, обеспечивать работу городского хозяйства и всего прочего. Это вещь, которую нельзя бросить на самотек. Зачем Легион «Свободная Россия» и РДК пытались встретиться с губернатором Белгородской области Гладковым? Ну, задача минимизировать как его пролитие. В конечном итоге губернатор может понять, он человек, конечно, путинский, но у него репутация человека достаточно разумного. И даже в его выступлениях неоднократно проскакивало трезвое недовольство, так деликатно скажем, тем, что делает российская армия. Поэтому вполне возможно, что можно было бы с ним поговорить о разумных способах капитуляции, сдачи, отступления, сохранения жизней и всего прочего. И судя по тому, что он был готов встречаться, как раз это говорит о том, что эти надежды были не беспочвенные. Но именно поэтому Москва окрикнула и сказала, что нам абсолютно все равно на жизни наших людей, пленных и так далее, никаких переговоров, что ты делаешь, и тот дал заднюю. Возвращаясь к вопросу российских силовиков, мы неоднократно видели, как полиция с неким даже удовольствием бьет и винтит на митингах девушек, стариков, хипстеров и так далее. Почему бы вот этим бравым молодым людям, сильным, накачанным, не проявить свою удаль молодецкую на поле боя против реального противника? Какой породы эти люди? Ну, эти охранники там, держи морды, жандармы, они всюду одинаковые, но на протяжении всей человеческой истории эта порода описана многократно. Эти люди там только прикидываются мужчинами, там нету людей, которые в состоянии на самом деле защищать свою родину и так далее. Психотип обижать беспомощных и слабых, показывать свою власть, показывать свою силу. Да, вот даже есть психологический термин, да, синдром охранника. Но вот это те люди, которые его именно что и проявляют. Это далеко не лучшие люди общества. Нет, я скажу, что, конечно, в полиции, в том числе и российской полиции, есть, безусловно, люди достойные, которые занимаются борьбой с преступностью и там действительно, там, хотя правопорядок и которым не нравится коррупция и так далее. Но, к сожалению, вся система, выстроенная при Путине, была направлена на отрицательный отбор. То есть коррупция для нее была не, там, песком в шестеренках, вот даже в Украине, в которой много коррупции, да, то есть коррупция, тем не менее, всегда воспринималась как некое зло. Там кем-то как неизбежное зло, там кем-то как возмутительное зло. Но все равно все сходились на том, что это некое зло. А для Путина это не зло, это способ управления. Это принцип профессиональной пригодности. Если ты не коррумпированный, тебя не назначают на должность. Потому что через коррумпированность ты гарантируешь лояльность вышестоящим руководителям. Это действительно фундаментальное свойство этой системы. Поэтому, конечно, люди, которые ориентированы именно на деньги, они, конечно, не занимаются защитой. Они понимают, что у них есть более важные задачи. Это вот их бабло. Опора путинского режима – это, в первую очередь, спецслужбы, ФСБ. И первые, кто должны встречать, так сказать, врага на границе – это погранвойска. Это войска ФСБ. Где эти люди? Чем вообще ФСБ занимается в приграничных регионах? Понимаете, тут есть некоторые, с моей точки зрения, заблуждения, на самом деле, относительно пограничных войск и так далее. Дело в том, что в результате тех реформ, которые шли в России последние годы, реформы, которые происходили в армии, прежде всего, ну, они вот тем самым затронули и пограничные войска, хотя они подчиняются ФСБ. Какое-то время назад было подчинение, что в то время там переходили, а у них было и армейское подчинение, и ФСБшное подчинение. Вот когда принимали в последний раз решение о том, чтобы подчинить их ФСБ, в целом было принято решение, которое вот к настоящему времени полностью реализовано, что это не войска, это пограничная служба. То есть это люди, которые вот сидят в этих там стоечках, значит, ставят штампы в паспортах, проверяют документы, ну, осуществляют патрулирование границы там с собаками вдоль контрольно-следовой полосы. Но это не армия, которая должна прикрывать государственную границу. Государственную границу должна прикрывать обычная армия. Функция пограничников не превращается в Брестскую крепость, которая будет стоять до конца, там отстреливаясь. У них, в общем, и вооружений-то для этого нет, и численность их была резко сокращена. Поэтому это не входит в их, что называется, должностные обязанности. Конечно, там они должны отсигнализировать, если это дело касается вот там, действительно, там диверсионных групп, ну, с их точки зрения, да, там одного-двух людей. Это, конечно, дело пограничников, да, то есть такие группы выловить, значит, и пресечь. Но если против них идет армия, то, в общем, их задача организовано отойти, а не, значит, превращаться в смертников. Но в данном случае они даже отойти-то не смогли, да, то есть они просто там все в плен поздавались. Вот вы сказали, что силовики просто удрали. Ну, если подумать логически, ну, не могли же они просто вот все организованно взять, собрать вещи и уехать? Возможно, это был какой-то приказ на перебазирование, да? Или все-таки это было бегство? Нет, это было бегство. Это было визуально хорошо заметно. Это был чистый в адребегство. То есть вот администрация областная там в итоге начинала эвакуацию, и это было и в Грайвороне, и в Штебекино, но эта эвакуация касалась прежде всего работников местных администраций, то есть различного рода людей, которые так или иначе с режимом связаны и которые имели, ну, основания бояться, соответственно, смены власти, ну, то есть гражданских. Силовики были первыми там, которые на машину, значит, что можно было взять с собой и там драпать в сторону Воронежа. Они же бежали даже из Белгорода, они же не только бежали из Штебекино, то есть это бегство было отмечено на выезде из Белгорода, из столицы, в котором боев не было, то есть, ну, они уже понимают о том, что рано или поздно они туда придут. Появились видеоролики, где местные жители приграничных территорий России объединяются в некие силы самообороны, там, пузатые мужики с двух стволками. Какими могут быть последствия появления вот такой самоорганизации, пусть даже направленной против РДК и Легиона Свободной России? Ну, смотрите, определенные зачатки самоорганизации, безусловно, всегда будут в любом обществе, и, грубо говоря, природа происходящего похожа на самоорганизацию в Украине, когда началась война. То есть все хотели, значит, свое село, там, свой поселок, там, свою улицу, свой квартал, ну, кто где, да, то есть, значит, выйти, там, мы все помним, как эти строились, там, блокпосты и так далее. Нюанс заключается в том, что, во-первых, тогда украинцы точно понимали, что они борются с захватчиками, а тут это, ну, даже в головах простых людей, что называется, бабушка надвое сказала, кому они, соответственно, борются. Значит, во-вторых, для того, чтобы это происходило эффективно, все равно нужна определенная государственная поддержка и направление, там, грубо говоря, там, помочь с оружием, там, ну, то есть, ну, чем-то помочь, да, и даже, вот, скажем, все эти, там, знаменитые партизанские отряды, например, Второй мировой войны, там, которые действовали в Украине, в Белоруссии и так далее, все это целенаправленно организовывалось и оказывалась поддержка из центра. Конечно, люди туда встали добровольно, в эту всю историю вступали, там, делали и так далее, но была поддержка из центра, а тут центра нет, вот, он исчезает, поэтому и получаются, вот, там, люди с берданками в количестве двух коллег, которые, там, может быть, там, неравнодушны и так далее, но это не является фактором, и думаю, что эти люди в первую очередь и будут переходить на сторону, значит, Легиона и РДК, когда будет идти наступление, но по мере того, как они будут понимать вообще, что на самом деле здесь происходит, увидят их реально, да, там, столкнутся с ними, поговорят с ними, поэтому мне не кажется этим большим фактором, да и, значит, наши бойцы, товарищи, то есть, вот, никто из них не говорил, что он когда-либо вот такого рода людей встречал, что было какое-то сопротивление со стороны местных, наоборот, все рассказы оттуда говорят о том, что, ну, либо реакция выжидательная, ну, там, когда люди просто сидят дома и ждут, чем это закончится, на самом деле это правильная и рациональная реакция, потому что надо понять, насколько это надолго, да, там, выходить, там, с цветами встречать освободителей, которые, там, через два дня уйдут, ну, это, то есть, создавать для себя личные риски, и россияне это очень хорошо понимают, а, ну, в принципе, когда происходит какой-то контакт с местными, то этот контакт всегда благожелательный, то есть, мы еще не видели, там, не было никаких сообщений о том, что были какие-то, там, стычки, да, то есть, вот, чтобы кто-то, там, что-то говорил, в чем-то обвинял, там, значит, говорил, чтобы захватчики были, ничего такого не происходит. У Путина есть огромная армия, которая называется Росгвардия, это подготовленные бойцы, умеющие держать в руках оружие, и будут ли использовать Росгвардию для боев на фронте? Ну, это-то такие же менты, то есть, и я вот сколько помню солдат этой самой Росгвардии на разных митингах протеста, это еще менее дееспособная сила, чем обычные ОМОНовцы, да, которые, там, хотя бы экипированы хорошо, там, натренированы и так далее, этот стоит, там, солдат-срочник, да, то есть, вот, качается на ветру. Ну, вот, я не считаю, что это какая-то значимая сила, еще раз, все, что я сказал относительно силовиков и ментов, то есть, она как раз к Росгвардии относится в первую очередь, а даже в большей степени относится, чем к, там, разным ФСБшникам, которым хотя бы что терять есть, да, там, награбленное, да, у этих даже этого нету, поэтому, нет, я не думаю, что можно считать это какой-то значимой силой. Это значимая сила, пока режим сильный. А когда режим падает, это не сила. Но по сравнению с простыми мобилизованными, которые вообще не умеют держать оружие в руках, Росгвардия более подготовленная. Зачем тогда Кремль бережет эти войска? Знаете, я не могу так сказать, что они чем-то более, там, подготовленные и так далее. Еще раз скажу, что вот мои столкновения с этими людьми, ну, в прошлом, безусловно, да, то есть не сейчас, может быть, эта ситуация как-то изменилась, хотя я там очень сомневаюсь, потому что не поменялся, не поменялся принцип отбора туда, соответственно, людей, да, то есть как раз в прошлом лет показывал, что люди, которые как раз выполняют вот такие охранного типа функции, да, что, ну, это же как, это снова Росгвардия, это внутренние войска, то есть они создавались для поддержания, там, правопорядка, да, в ситуации какого-то особого обострения, чтобы контролировать прежде всего население, там, контролировать какие-то массовые беспорядки, там, и так далее. Поэтому они появляются на особо опасных, там, митингах, протестах, там, на футбольных матчах иногда, да, то есть они появляются и так далее. То есть они в основном нужны для массы, значит, они для действия. И какого-то особого действия, ну, там, был, конечно, в Росгвардии, там, какой-то костяк, кулак, который участвовал в событиях в Чечне в свое время, потому что там, что же в какой-то момент времени, там, Кремль сказал, ну, все, война закончена, хотя на самом деле там сопротивления закончено не было. И когда они сказали, что война закончена, они перекинули это с обычной регулярной армии, вот, на внутренние войска. Тогда еще не было Росгвардии, вот они еще там назывались внутренними войсками. Тем самым там появлялись какие-то люди, которые хотя бы там, называется, обстрелянными были. Ну, это же было давно, и с тех пор там и ротация, их замена. А так это такие же срочники, то есть это точно такие же мобилизованные, но еще при этом те, которые не должны были идти, значит, в атаку на передовую. Если обычно мобилизованным, там, идем, деньги, значит, какие-то большие обещают. Они знают изначально, что они там попадут в зону боевых действий, то эти-то, как бы, им же обещано, что они в тылу будут, и денег им за никто не платит, поэтому еще меньше мотивации. Ну вот, в граничных районах Росгвардии нет, полиция разбежалась, ФСБшники разбежались. Выходит, что лозунг «российская граница на замке» это всего лишь добрая воля соседей? Да. Ну, то есть это было в советское время, она была на замке. Сейчас на замке пограничный пункт. Границы нет. Вот это совершенно для большей разницы. Вот, поэтому это достаточно хорошо заметно, и там не случайно достаточно большое количество там даже политических активистов просто переходило границу пешком. Ну, в последнее время, то есть ее гораздо лучше, там прикрыли, патрулировали, потому что где-то война, там где-то и минные поля есть, заграждения, там, и так далее. Но сил нету, они все же... Всех людей, которые могут там держать в руке оружие, они же передислоцировали их в Украину, что там все выгребли. Не случайно же это мобилизация, да, потому что просто людей не хватает. Поэтому действительно они оставили очень слабые силы, и в этом один из военных смыслов вот этих походов, и почему это важно и полезно и нужно для украинской армии, для того, чтобы заставить передислоцировать какую-то часть сил назад, вывести ее из Украины и расположить вдоль границ. А это означает, что это спасение жизней и украинских военных, и на самом деле тех российских военных, которых выведут из Украины. То есть они не попадут под каток. Вот мы неоднократно слышали, как в Кремле заявляли, что не дай бог на территории России прозвучит хоть один выстрел или взрыв. Это красная линия. Там красные линии звучали относительно систем Хаймерс, относительно танков, чего угодно. Но каждый раз эти красные линии переходились, и ничего не происходило. Почему все красные линии Кремля оказались фейковыми? Я думаю, что Кремль активно учится у китайских товарищей, а китайские товарищи даже язык наш обогатили выражением «последнее китайское предупреждение». Вот, соответственно, Кремль тоже постоянно делает «последнее путинское предупреждение». Но предупреждалка уже отвалилась давно от старости и неиспользования. Вот мы это и как бы видим сейчас. Ну, на самом деле, понятно, что Путин очень сильно полагался на свой имидж. И, видите, вот мне очень понравилось выражение Блинкина, который сказал, что мы думали, что это вторая армия мира, а оказалось, что это вторая армия в Украине. Сейчас я бы сказал, что она и в России, похоже, вторая армия. То есть, чем дальше, тем глубже происходит имиджевая деградация всего этого дела. И самое главное, они сами это понимают. Тут же вопрос в том, что вот мы вчера тут, значит, в Брюсселе спорили с группой, значит, российских, так называемых, оппозиционных политиков, которые смотрят, значит, на расстоянии, потому что все происходит в Украине. Ну, не, они как-то Украине сочувствуют, конечно, да, но они абсолютно не верят в ее победу. То есть, вот они верят там европейцев, там, американцев, там, в победу Украины. Они не верят. Я говорю, мужики, а, собственно, почему тут вроде все показывает о том, что, значит, Украина побеждает и собирается побеждать и дальше? Не, ну как так? То есть, вот там, мы же вот знаем, Россия такая большая, Украина маленькая. То есть, вот, там, значит, какие-то там оружия, там, значит, и все прочее. Вот, а все они сбрасывают с счетов одну вещь, что, там, в бою, в драке, в конфликте очень часто побеждает не тот, кто сильнее, а тот, у кого дух крепче, кто готов идти до конца, кто знает, за что он дерется, кому отступать некуда. Ну, то есть, человек более замотивированный. И Украина в данном случае многократно более замотивирована. Боевой дух многократно выше. Россияне не знают, за что они воюют. И когда солдат не знает, за что он воюет, он никогда не победит. Это, ну, то есть, я не знаю, какое в этом ситуации надо сделать там превосходство техническое и с точки зрения боевой силы. Это же так же, на самом деле, как было в Чечне. Там малюсенький чеченский народ многократно меньше, чем украинский. Без поставок оружия там извне, там, исключительно там на подножных каких-то своих вещах. Тем не менее, две войны прошел и победил, фактически заставил Россию пойти на их условия. Там, да, там, потом, значит, сделали, там, вот, что это, сохранение лица для Москвы, там, да, в результате второй войны и так далее. Но, по сути, Россия платит Чечне репарации. Отстроила ее всю за свой счет, назначила тех людей на власть, которую чеченцы, собственно, и хотели. И это такая, ну, там, полунезависимая территория, которая в любой момент станет и фактически независимой. Поэтому дух, дух это то, что определяет, и тут вообще даже конкуренции нету на данный момент. Что демонстрирует Украина в очередной раз, переходя красные линии Кремля? То, что их просто не существует, этих красных линий. Это миф. Эти красные линии существуют в воспаленном воображении Путина. Извилин не осталось, то есть все красные линии в голове остались. Причудливо, значит, они там сгибаются, там, где когда-то были извилины. Вот. Но помешать кому-то они совершенно не могут. А что демонстрирует это российским элитам? Ну, спасайся, кто может, да? Как КАЦ предлагал сдаться. Как можно говорить, один из наших муниципальных депутатов, да? Вот. Ну, реально, все. Уже бороться не за что. Ну, там просто сейчас все-таки доминирующая стратегия у всех российских властей, мощных, в том числе, кстати, у самого Путина, это стратегия пересидеть. Там Путин надеется, что, значит, он будет тянуть время, и там западная коалиция развалится. Значит, вот российские элиты надеются, что, там, начальник, значит, тем или иным способом, да, ну, все-таки, вот, преодолеет, значит, эту полосу смерти, да, то есть, вот, и как-то что-то там, само собой, образуется, но они просто исходят из того, что они все равно повлиять на ситуацию не могут, ну, подождем, да, то есть, вот, значит, как оно будет развиваться. Собственно, именно поэтому я считаю очень важной задачей, которую решает и вот это российское партизанское движение, которое действует в тылу, и вот эти военные действия, которые уже сейчас происходят на территории России, это создать у элит понимание, что ждать нельзя, что будешь ждать, к тебе придут, да, там, либо тебя взорвут, либо, вот, армия придет, либо дрон прилетит, либо еще что-то. Хочешь выжить, действуй. Вот это тот месседж, который мы стараемся послать, вот, вывести их, вот, из этой самой зоны. Ну, это, как говорится, не одномоментно происходит, но дорогу осилит идущий. Есть такой российский политолог Валерий Соловей, вот, он говорит, что по его сведениям в российских элитах бытует настроение, что они надеются на то, что вот с бункерным старцем что-то произойдет, кто-то кинет в него табакерку, но все надеются, что это сделает кто-то другой. Насколько это соответствует действительности? Да, абсолютно соответствует действительности. Ну, Соловей, конечно, то есть он очень часто преувеличивает свои информационные источники, но у него прекрасно работает голова с точки зрения аналитики. И вот большое количество источников, это на самом деле результат анализа и размышлений. И то, что он говорит, вот, в этом смысле абсолютно верно. Вот ровно так, да, то есть очень бы хорошо, чтобы Путин оба кто-то сверг, но я лично еще не готов. Вот это вот доминирующая точка зрения. Вообще, на самом деле, тут подтверждение этому прекрасная вышла статья вчера или позавчера в новой газете Леонида Гозмана. Он, ну, видный деятель, там, тоже вот этого, значит, либерального движения всего ненасильственного, но при этом он еще психолог. И поэтому его статья написана с точки зрения психологии. Он говорит, что Россия, как, там, очень старая женщина, которая уже ничего не хочет, поражена апатией. Вот. И вот это очень, на самом деле, правильный образ. И этот образ для Путина-то абсолютно губительный, да, потому что он не может мобилизовать людей ни на что. Ну, там, Гозман совершенно справедливо пишет о том, что вот даже там бомбардировки Шебекина, они мобилизуют только шебекинство. Значит, а даже белгородцев они уже не очень мобилизуют. То есть уровень сочувствия довольно низкий, он скорее рождает страх, вот и желание уехать, но нежелание, то есть пойти помочь шебекинцам, да. А уж там в соседней Воронежской области так уж тем более, да, там, а в Москве про это даже слышать не хотят. То есть не удается никаким образом создать никаких мобилизаций. И это является и плюсом, и минусом. То есть это плюс с точки зрения того, что Путину невозможно создать вот эту волну боевого духа. Нет вот такой угрозы, да, то есть, ну, там, только если действительно там, не знаю, американцы на Абрамсах поедут на Российской земле. Может быть, и то есть большие сомнения о том, что такая мобилизация произойдет. Поэтому ему не удается мобилизовать людей вокруг себя. Но есть и обратный вот эффект, что нам пока не удается мобилизовать людей на борьбу с Путиным. Но если мобилизация вокруг себя Путиным, это же будет... Ну, все попытки, они чисто идеологический характер носят. И поэтому, поскольку никто ни во что не верит, они обречены на неуспех. А вот вопрос мобилизации против Путина, это построено на страхе, на факторе небезопасности. Это гораздо более сильный мотиватор. Поэтому здесь я как раз думаю, что в определенный момент времени он сработает. Скорее всего, он сработает после того, как украинская армия будет в Крыму, и будет ощущение, что все, кирдык, война проиграна окончательно. Но вот сейчас вот еще есть такое вот, там может быть, будет вот это перемирие, там вот украинцев не получится, контрнаступление, да, и вот может быть. Конечно, выиграть войну нельзя, но может быть, можно договориться о долгосрочном перемирении по той линии соприкосновения, которое вот сейчас выстроено. Такое настроение есть и в российской оппозиции, вот этой дурацкой либеральной, да, то есть вот и в кремлевских элитах они тут абсолютно сходятся, да. Но вот когда эта надежда канет в лету, она обязательно исчезнет достаточно в ближайшее будущее. Ну, я считаю, что там разные возня и движения, они резко увеличатся. Мы видели неоднократно, что красные линии, начертанные Кремлем, они были довольно чувствительными для Запада. И не раз мы слышали заявления, главное не спровоцировать Путина, не спровоцировать эскалации, проливали и вот подобное. На ваш взгляд, на данный момент существуют ли уже для Запада красные линии Кремля или они точно так же растаяли? Ну, Запад очень сильно в этом смысле радикализируется, да, то есть тоже медленно, но он же тоже боится всего, что можно. Там, значит, у них тоже остался страх и со времен, там, холодной войны и так далее, определенные мифы, стереотипы, там, крупнейший ядерный арсенал, ой-ой-ой, там, значит, страна большой семерки, вот, с точки зрения экономики и всего прочего, да. Но они вот тоже смотрят на все это, они тоже видят, что эти линии воображаемы. Они видят, что ответа не следует и не видно, чтобы он последовал. Они видят, насколько слабый этот колосс, насколько, вот, глиняны его ноги. И каждый раз они избавляются от очередных иллюзий, и каждый раз они делают очередной шаг вперед и будут делать это дальше. Вот, посмотрите, сейчас они еще, там, месяц назад они, там, отрицали наличие, там, боялись вообще на эту тему говорить, вот, про тех самых, там, партизан и это действие на российской территории. Сейчас уже, то есть, это, не, это нормально, нормально, то есть, там, это пусть делаем, но главное, чтобы нашим оружием не пользовались. Пройдет еще месяц, они еще будут с нами переговоры вести от поставки хаймарсов непосредственно для боевой операции на Белгородчине, вот, увидите. Спасибо большое за комментарий. Хорошего вам дня. Спасибо вам, спасибо.